Вы еще не начали возвращать деньги с покупок? Тогда зарегистрируйтесь в EPN Cashback. Высокий процент, быстрый вывод средств любым удобным для вас способом. EPN Cashback Ник Мора рекомендует. Ссылка в описании. Всем привет! Получил долгожданную посылку с магазина Умкомол. Рассчитывал на как минимум доставку в неделю, но оказалось все намного быстрее. Три дня заняло от заказа до доставки до моей двери. Телевизора 55 дюймов. Итак, вот такая упаковка. Я думал она будет полностью картонная, но оказывается здесь у нас идет фанера под этой упаковкой. Поэтому сейчас будем распаковывать, посмотрим что у нас внутри. Даже по линии видно, что вот где фанера заканчивается. Здесь целый кусок. Сейчас распакуем, посмотрим коробку и естественно содержимое. Доехало целым или не целым. Вот таким образом выглядит внутренняя упаковка. Как видим, сверху у нас картон, по бокам картон. Но основная, где у нас находится дисплей и с той стороны расположены цельные куски фанеры. Довольно толстые, кстати, куски фанеры. Не сказал бы, что они тонкие. Ну и наш телевизор QueenWay. 55 дюймов Smart TV LED. QueenWay Smart LED TV. Ultra High Defension 4K. Smart 4K. Android TV. Wi-Fi. HDMI. Алюминиум. И 55 в конце. Продолжаем. В комплекте с телевизором также идет кронштейн на стену от 20 до 55 дюймов. В принципе, здесь все у нас как полагается в комплекте. Дюбель-гвозди и кронштейн. И также вторая основная коробка. Здесь у нас уже идет инструкция к телевизору. Q-Way Smart HD TV. Все расписано, как пользоваться Android в самом телевизоре. Дальше идет HDMI кабель. 1,8 метра. 2,0 версии. Кстати, плоский. Первый раз вижу HDMI плоский. Пульт для телевизора. Простой у нас получается. Аэромыш. Smart Remote. Здесь у нас и Аэромыш, и кейборд, и тачпад. Все совмещено. USB для зарядки. Приемник USB. И сам пульт. Ну, пульт довольно красивый. Симпатичный, матовый. Все кнопки как полагается. И с обратной стороны у нас идет тачпад и клавиатура. Естественно, аккумулятор у нас уже установлен вот здесь. Оно заряжается от USB. Micro USB. Без каких-либо проблем. И аккумулятор как в старых Nokia. Вот такой у нас аккумулятор. Надо нечаянно на 300 мАч. Но, как заявляют, будет работать месяц от одной зарядки. И так же идут ножки алюминиевые. Надо их распаковать. Хотя распаковывать смысла нету, потому что я его буду вешать на стену. Хотя сейчас можно было бы его поставить, чтобы снять взор на сам телевизор. И так же шурупы и болты для того, чтобы закрепить эти ножки к телевизору. Ну что, теперь переходим к самому телеку. Итак, после распаковки сразу начинаем, естественно, с обратной стороны. Здесь находятся все интересные плюшки данного телевизора. Итак, как видите сразу, здесь он установил крепление на стену. Уже телевизор висит пару дней, признаюсь. И висит без каких-либо проблем. От стены еще не оторвался. Я считаю большим плюсом это выделенную антенну Wi-Fi в телевизоре. Когда в основном во всех телевизорах они встроены. В данную антенну можно заменить на более мощную. Если у вас какой-нибудь дом двухэтажный, роутер находится на первом этаже телевизора, на втором этаже. Установили более мощную антенну. И будет сигнал ловить на все 100%. Хотя данной 6 дБ антенны хватает за глаза. Даже для большой квартиры. Итак, поехали по интерфейсу. У нас имеется два USB входа. Один для флешки, второй я подключил. Это у нас приемник от аэромыши, который идет в комплекте. Также есть выход для microSD карточки. Максимум 64 гигабайта. 3.5 миниджек для колонок или наушников. И также, как видим, еще тюльпанчики различного сорта. Это еще не конец. Также выходы у нас есть еще и снизу. Как видим, у нас есть телевизионный выход. Два HDMI выхода. Еще один дополнительный 3.5 миниджек для дополнительных колонок. VGA выход. Еще тюльпанчики. И также RG-45 LAN выход. 1000 мегабит в секунду для подключения интернета по кабелю. Довольно мощные встроенные колонки. Находятся они у нас вот в этих приспособах. Назовем их. Я думал, что подключать дополнительные колонки. Но, в принципе, вот этих встроенных хватает за глаза. Также мне понравилось, что у нас идет не китайская вилка, а сразу под нашу евро. Круглячок. Очень большой плюс. И механические кнопки с краю самого телевизора. Они находятся у нас вот тут. Включить, выключить, переключить каналы, меню, громкость. В том случае, если вы потеряли или разбили пульт, или просто-напросто он сел, вам надо срочно выключить или настроить. Ну и также включить и выключить безопасный режим. Потому что телевизор, когда включается в первый раз, он включается в безопасном режиме. Сразу скажу такой тизер, как выключить безопасный режим. Удерживаем кнопку включения. Когда телевизор выключен, удерживаем, включается. Держим, пока не пройдет заставка QueenWay. И после этого отпускаем. Безопасный режим Android выключается. Хотя во многих случаях надо удерживать громкость минус и включение. В этом случае только включение. Ну и еще маленький такой вот тизер. Телевизор очень тонкий. Очень тоненький. Это очень круто. Реально. Вот мой палец. Ну, как видите. Толщина. Даже вместе с задней боковой крышкой. Хотя, ну, если не считать там, где механизм находится. Для примера покажу Xiaomi телевизор. Как видите, он не такой уж и тоненький. На него обзор сделаю попозже. Он у меня висит. 65 дюймов. Тоже из Китая. Уже тестирую. Затестировался. Но довольно толстый. В отличие от какого-то малоизвестного китайца QueenWay. Я был сильно удивлен на самом деле. Все, переходим к лицевой стороне. Ну что, теперь самое главное. Включение. Посмотрим, сколько по времени он включается. Сразу скажу, что внешние рамки довольно тонкие. Диагональ экрана 55 дюймов. И, как заявлено, 4К разрешение. Встречает нас такая вот заставочка. Не знаю, почему на камере фиолетовым отдают. Но она синяя. Ярко-синяя. И большими буквами приветствия. Загружается также Android-система WisdomShare SmartCloud TV. И, как видим, занимает не так много времени, как у большинства именитых телевизоров. Скажу, что мой Xiaomi загружается практически одинаково, как и этот телевизор. Даже, может, даже и дольше. Итак, включает такой стандартный лаунчер. Без какой-либо рекламы, которая меня раздражает в Xiaomi телевизорах. Здесь все просто, элементарно и сразу на русском языке. Итак, как мы видим, основной экран, где у нас будет основное подключение TV-приставок, TV-антенны и так далее. Вот здесь у нас выбираем ATV, AV1, AV2, VGA, HDMI, HDMI. Я подключаю его к своей TV-приставке от моего провайдера цифрового телевидения. Через HDMI-кабель. Также видим сигнал с правой стороны, в правом углу Wi-Fi сигнала. Wi-Fi у нас на полную катушку. Число, время и дата. И также можем отключить мышку и просто пользоваться как простым переключением. Итак, рынок приложений, браузер стандартный и App Store. App Store это у нас Play Market. Также здесь можно вставить те приложения, которые мы чаще всего используем. В моем случае это будет попозже YouTube и так далее. Также устанавливать здесь у нас установки. Идут сеть, время, общее и сведения. Давайте сразу пойдем под порядку. Память встроена у нас в своей памяти 8 гигабайт, хотя уже здесь установлено приложение на 3 с лишним гигабайта. Ну, учитывая то, что 2 гигабайта занимает сама система. Версия Android 4.4.2. Дальше заходим в общее. Здесь также можно выбрать язык. Мультиязычность. Все языки мира присутствуют. Метод ввода клавиатуры. Обновление системы. Текущая система у нас. Последняя. Недавно обновлял. И также можно установить настройки на заводские. Настраивание времени. Автоматическое. Ну, в принципе, все как в Android планшетах или телефонах. Практически. И также сеть. Режим сети. Беспроводная или проводная. Выбираем проводную. Естественно, у нас сейчас пропадет. Все. И подключаем порт RJ-45. У нас беспроводная. Включаем обратно. Пусть ловит Wi-Fi. Беспроводная сеть отключена. Хорошо. Потом подключим. Итак, мультимедиа. Также сюда заходим. У нас здесь встречает такое вот красивое приветствие. Видео, музыка, фото или папка. Это внутреннее устройство. Внутренняя память. Также можно выбрать и будет, если будет стоять флеш-карта, то просто кнопочкой вниз переключаем другой лист того же меню. Но будет написано не внутреннее устройство, а флеш-накопитель. Итак, вышли из безопасного режима. Но сразу появились наши предустановленные приложения. Smart YouTube. HD Video Box. Это фильмы. И также APK Pur. Это дополнительный Play Market, в котором не нужно регистрироваться. Потому что в Play Market пока зарегистрируешься, пока то, все. Мне проще пользоваться APK Pur. Здесь также у нас есть все приложения, какие надо. Рекомендованные. Категории. И также можно искать все, что нам нужно. Еще раз нажимаем. С YouTube тоже без проблем. Советую Smart YouTube устанавливать, а не просто YouTube. Тоже приложение от YouTube, но более интересно. Выполнено графически. И также намного удобнее под телевизоры. Встречает YouTube. И здесь тоже самое, как и в обычном YouTube. Так, пока мы не будем устанавливать обновления. Но в принципе здесь все тоже самое. Давайте, я не знаю, что-нибудь включим, чтобы понять было, как это все выглядит на самом деле. Цвета мне нравятся. В принципе, их можно здесь настраивать. Сейчас это все покажу. С светом. Мне картинка нравится. Даже очень. Также есть у нас еще это основное меню всех приложений, где они спрятаны, как в Android. И здесь, как мы видим, у нас есть также, как в Android, загрузки. Lime HDTV. Это у нас простые передачи. Я установил смотрешку, ее надо подключать. Afro Player. Это у нас много сервисов, включая Кинопоиск и так далее, YouTube и все подобное. А пока они стали, вот еще один дополнительный Play Market. И также здесь у нас есть еще MX Player Miracast, чтобы подключать к телефону. Сразу скажу, что работает так же, как на Xiaomi и телевизоре. Немножко притормаживает, но спустя 10 минут где-то все лаги отходят. Я не знаю, может там соединение какое-то наступает хорошее по Wi-Fi, между телевизором и телефоном. И тогда все начинает работать прекрасно. А так, как всегда, как и у Xiaomi и у всех остальных телевизоров, поначалу Miracast у нас притормаживает. EV, YouTube обычный, Smart YouTube TV и Play Market стандартный. В принципе, точно так же заходим. Но здесь надо существующие Lenovo, я в него так и не заходил. HD Video Box. Это у нас все фильмы, собранные со всех ресурсов, с торрентов и тому подобное. Очень удобное, так, позже обновление. Также можно выбирать и просматривать все фильмы абсолютно бесплатно. Фильмы, новинки, что сейчас смотрят, сериалы, мультфильмы, мультсериалы, телепередачи, аниме и тому подобное. Например, выбираем фильмы и смотрим, что посмотреть. В принципе, здесь тоже ничего сложного нету. Что у нас здесь есть интересного? Любой фильм открываем. И чтобы посмотреть фильм, здесь я уже рассказываю не про телевизор, а про приложение. Здесь только один сервис от Filmix. Нам это не интересно. Давайте посмотрим, что у нас сейчас смотрят. Вот, например, Sherlock Holmes. В любом качестве можно смотреть. Также бывает и Full HD, 4K. Некоторые надо платить уже, получается, дополнительные. Вот, выбираем просто на ком сервисе смотреть, в каком качестве. И в оригинале, на украинском или на русском языке. Вот, есть на украинском Full HD, на русском дублированы, 4K, зона, киноша и Moonwalk. Какое-то. Ну, короче, это разные сервисы, которые предлагают смотреть этот фильм в разном качестве и на разных языках. Так, давайте теперь, ладно, это нас сегодня интересует. Нас интересуют конкретно настройки, наверное, по телевидению, да. Возьмем HDMI, к примеру. Вот, заходим просто, нажимаем меню и настраиваем, например, изображение. И здесь у нас можно уже делать подсветку. Режим изображения мягкая, четкая, пользовательская или и так далее. Это если у вас подключена конкретно телевизионная приставка или от вашего провайдера цифровое телевидение. Яркость, цвет, резкость, все на русском, шумом подавлением, температура цвета, форма экрана, формат HDMI мод и так далее. Дальше по звуку. Здесь также у нас есть звуковой режим, эквалайзер, баланс, AVC, SBDIF и только аудио. По времени и настройкам. Но это уже все стандартно идет. Заходим, синий экран убрать или поставить. Будет, например, не так, а вот так. Так я отключу мышку, без нее удобнее пользоваться. Ну, будет так вот, наполовину. Я его отключаю. Сведения о системе. И так же можно сделать сброс. Что еще могу добавить по телевизору? Меня все устраивает. Идеальное решение за такие деньги из Китая. Так же на сайте Умкамо можно приобрести телевизоры Xiaomi за довольно красивую и приятную стоимость. Поэтому можете переходить и приобретать. Или ознакомиться вообще с ценами. Будете удивлены. Кстати, склады находятся в России, в Москве. В Москве они осуществляют доставку в течение одного-двух дней. И для других регионов от до одной недели. Вот так. Стандартный браузер. Здесь обычный. Ничего сверхъестественного. Можно установить Chrome. Но давайте перейдем лучше рынок CPU-Z. Посмотрим, что у нас по характеристикам. Какие мозги установлены. Как видим, Cortex ARM Cortex-K53. Двухъядерный. 100.6 тысячи мегагерц. И работает четко. Сейчас занят на 14%. Как видим. Видеоускоритель Mali-450. Как ставится в бюджетные планшеты. Телевизором полностью удоволен. Рекомендую к приобретению. Качество картинки мне понравилось. Синевой, желтизной или краснотой он не отдает. Во время вечернего сеанса просмотра фильмов. Поэтому. Качество мне матрицы самой понравилось. По-моему матрица от LLG. Насколько я смог найти информацию вообще в интернете. Я был производителем. Так как мне приходилось писать производителю. Потому что я не знал, как отключить безопасный режим в телевизоре. Ну и после того я уже добивался дополнительной информации. Чтобы знать наперед. Где брать прошивки. Если в случае чего я захочу просто-напросто заменить данный лаунчер. Встроенный на какой-нибудь свой. И также его встроить. А не просто наложить сверху. Какой-то другой. Которые накладываются сверху. Они не всегда работают корректно. Вот такие дела, ребят. Поэтому ссылки будут в описании под видео. Можете смело переходить и ознакомиться с дополнительной информацией о данном продукте. И также оставлю ссылки на Xiaomi телевизоре в данном магазине. Чтобы вы могли сравнить цены. Где-нибудь на Алиэкспрессе. И также в Умка Мол. Все. Всем спасибо за просмотр. И всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok